Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня наша программа будет посвящена Дню науки, который отмечается 8 февраля. И, естественно, это очень важный день. И очень приятно, что в городском округе Люберцы тоже есть масса, как говорят сегодня, объектов, которые так или иначе имеют непосредственное отношение к науке с самых разных точек зрения. Рад приветствовать в нашей студии сегодня Сергея Валентиновича Живору, директора Федерального исследовательского центра «Картофеля» имени Александра Григорьевича Лорха. Здравствуйте, Сергей Валентинович! Добрый день! Ну, во-первых, слово «картофель» для нашей страны, как и для наших соседей, собственно говоря. Вот картофель, ну, наверное, хлеб на первом месте, а картофель, наверное, сейчас на втором. Я прав? Да, конечно. Это одна из самых важных и значимых культур не только в России, но и в мире. Ее производство постоянно растет, и переработка тоже, и все продукты из картофеля имеют очень большую популярность. Ну, тот же картофель фри, чипсы и сухое концентрированное пюре, которое многие очень любят. Ну, да, пюре мы с детства помним, да, его можно и так приготовить, и так, с появлением, конечно же, картофеля фри и прочих тоже вариантов, вы абсолютно правы. Ну, и сегодня люди думают, что ну, так уже много всего придумано, да, ну, выращиваешь себе картофель, ну, есть белый картофель, есть там красный, есть всякие названия, мы сейчас будем об этом говорить. Ну, вот, а понятно, что картофель на сегодняшний день, ну, столько он уже, в общем-то, по времени не очень долго существует со времен, да, там, Петра Первого, но мы понимаем, что он везде. Кажется, что о нем все известно, и как бороться за урожай, тоже известно. Ну, вот смотрите, существует целый исследовательский центр. Означает ли это, что вы все время делаете какие-то новые научные открытия, и в картофеле еще не все вами исследовано до конца? Да, действительно так. Дело в том, что чем больше погружаешься в то, чтобы познать картофель, тем понимаешь, что ты все меньше и меньше знаешь об этой культуре. И мы ведем в этом направлении исследования по генетике картофеля, по биохимии картофеля. Также занимаемся выведением новых сортов, которые устойчивы к ряду заболеваний, к вредителям, температурам, да, перепадам, температурам, также, которые могут вырасти на определенных почвах. Вот, в этом направлении мы работаем. Ну, и, конечно же, как все дачники и сельхозтоваропроизводители думают о высоком урожае, и в этом направлении мы, конечно, ведем работу. Ведь за определенный период времени, за 100-200 лет урожайность картофеля выросла практически в три раза благодаря селекционной работе. Ну, и вот тут возникает сразу масса вопросов. Сейчас, конечно же, вы нам расскажете, но когда не было селекционной работы, когда картофель только, ну, как бы, рос сам, да, и там сам боролся со всякими вредителями и так далее, и люди, ну, иногда можно было посадить мешок, ой, ведро картошки и собрать пол ведра, такое тоже бывает. Вот, а многие говорят, ну, вот, конечно, они там что-нибудь сейчас, значит, всякой химии туда набросают, и, конечно, мы получим огромный урожай картофеля, но качество его, насколько он безопасен, насколько он вкусный, насколько он имеет те элементы, которые должны быть у настоящего картофеля, в самых даже разных его вариантах. Ну, здесь я могу сказать, что в картофеле содержатся практически все микроэлементы, а белок картофеля сопоставим с белком куриного яйца, поэтому даже употребление небольшого количества картофеля позволяет обеспечить человека в потребностях многих микроэлементов, а некоторые микроэлементы, которые содержатся в картофеле, очень хорошо усваиваются, лучше, чем даже вот если человек принимает какие-то витамины. Ну, вот селекция не мешает, не выбивает какие-то эти хорошие, полезные качества? Нет, наоборот, цель селекции – это улучшить все практически показатели картофеля, в том числе и биохимические, чтобы человек, потребляя этот продукт, повышал свое здоровье, иммунитет и так далее. То есть, вот у нас же, знаете, сейчас много всяких магазинов, которые называют себя здоровое питание, вкусное питание, ну, разное, такое как бы натуральное питание и так далее. То есть, вот тот картофель, который еще со времен Петра I мы знаем, да, и картофель, который сегодня, вот у вас, может быть, сейчас проходят последние испытания, может утверждать с научной точки зрения, что он безопасен, и качества его не исчезли, а только улучшились? Ну, дело в том, что в нашей стране картофель выращивают по двум технологиям. Первая технология – это интенсивная технология, а вторая технология – это биологическая технология. При интенсивной технологии используют, соответственно, интенсивные сорта, применяют средства защиты растений и удобрения. При биологической технологии практически не применяют средства защиты растений, удобрения, и в этой среде картофель получается биологически чистый, без содержания действующих веществ, которые влияют на различные вредители и болезни. Но тогда возникает ощущение, что, может быть, он искусственный, раз его вредители не едят, так, может быть, и чекки будут есть? Нет, ну, конечно, здесь не нужно так всё утрировать. А я должен сделать? Я же такие вопросы должен задавать? Нет, нет, всё проходит. Перед тем, как картофель попадёт в магазины, он проходит оценку на содержание различных химических веществ, и лаборатория уже в любом случае даёт определённые показания, и товаропроизводитель тоже стремится не полностью сделать так, что невозможно картофель есть или ещё что-то. У него тоже существуют определённые рамки, чтобы получился вкусный, качественный картофель. И в любом случае все наши разработки, все наши технологии стремятся на то, чтобы картофель был вкусным продуктом и полезным. Полезным. Вот тут сразу же аналогия такая возникает, возвращаясь к научным. Мы прекрасно помним ещё в советское время, когда, помню, зимой показывали первый огурец, который вырастили зимой, там, ну, уже в специальных искусственных условиях. И как народ там мучился, и было популярно слово «нитраты» по поводу того, что вот надо огурец там как-то правильно чистить. В общем, много всего было. Потом научились делать томаты, да. Сегодня мы приходим в магазин, и найти даже летом томат со вкусом томата практически невозможно. То есть всё красиво, всё замечательно. И такой, и сякой, и красный, и розовый, и тёмный, и жёлтый. А вкус куда-то пропал. Вот, обращаясь к вам, как к человеку, который занимается, как мы поняли, двумя вот этими направлениями в картофельной промышленности, не забываете ли вы, ваши коллеги, именно о вкусности? Конечно, нет. Перед тем, как создать сорт, он у нас неоднократно, я ещё раз подчёркиваю, неоднократно проходит тестирование по кулинарным качествам. А это как проходит тестирование? Что это такое? Мы берём разные образцы картофеля на определённой стадии селекционного процесса, и уже отвариваем его, жарим его. И несколько человек делают слепую дегустацию. То есть вы не называете, что это за сорт? Да, не называем, что это за сорт, а если он человеку понравился по определённым критериям, он ставит оценку этому образцу. Если этот образец набирает максимальное количество баллов, значит, он проходит по всем вкусовым качествам, и мы дальше его уже направляем в производство. А насколько вообще сегодня можно сохранить, мы, конечно же, поговорим ещё о том, какие сегодня сорта существуют у нас, ещё во второй части такой более будет разговор конкретный. Насколько сегодня можно всё-таки сохранить и вкусовые, вот когда ты чувствуешь, как будто ты сам его вырастил, с земли достал, и прям этот запах. И все полезности, которые вы туда вводите с помощью биологического развития, чтобы он был вкусный, полезный, и чтобы его жук не ел. Ну, в этом направлении мы, конечно, работаем и стараемся сделать такой сорт, чтобы его генетический потенциал максимально раскрывался по тем параметрам, показателям, о которых вы сказали. Здесь мы стараемся все вот эти моменты объединить в одном сорте. И потом, получается, если всё хорошо, вы добиваетесь этого успеха, он уже как бы сам начинает. Да, мы его вносим в госреестр, он там проходит испытание, и уже дальше мы рекомендуем сельхозтоваропроизводителям, и уже от сельхозтоваропроизводителям этот продукт поступает на стол уже потребителей. Ну, как я и говорил, во второй части поговорим, потому что интересно, как вы название присваиваете и так далее. Но мы все ходили на базар или в магазин, и видим разный картофель, который какой-то лежит, что называется, в земле даже иногда страшно его трогать, какой-то прям помытый, вычистый, белый, жёлтый, красный, какой хочешь есть, об этом мы тоже поговорим. Но перед этим, так как мы посвящаем нашу программу научной разработки, вот скажите, пожалуйста, те люди, которые работают в вашем коллективе, вот именно с научной точки зрения, напомню, что наш гость Сергей Валентинович доктор сельскохозяйственных наук, профессор, то есть он своими собственными, как говорится, руками всё это прощупал, знает все эти элементы. Насколько ваш коллектив сегодня в состоянии, вот вы фактически придумаете всё время новый картофель, создаёте новые сорта? Кто эти люди, кто к вам приходит, какое у них образование? Ну, это люди, прежде всего, которые нравятся, их работа, горят глаза в этом направлении, и они создают, созидают. И этот процесс, селекционный процесс, он постоянно совершенствуется, а совершенству, вы знаете, нет предела. И, как я уже в начале передачи сказал, что если ещё 200 лет назад картофель давал невысокий урожай, то сейчас урожайность картофеля доходит до 50-60 тонн. Ну, то есть по сравнению с зерном, если с хлебом сравнивать, то есть они уже могут где-то там спорить друг с другом по урожайности? Ну, картофель уже более высокого урожайного. Ну, тут всё зависит от целевого назначения, поэтому здесь сложно, конечно, сравнивать. Но на зерновых культурах тоже урожайность повышается, и качество клейковины, и так далее, и другие параметры. Там тоже в этом направлении работают селекционеры. Ну, и мы на культуре картофеля тоже ведём такую же комплексную работу. Ну, вот во второй части мы поговорим, какие бывают сорта, куда ещё идёт картофель, кроме еды и кроме питания, кроме магазинов, куда его ещё можно использовать. Но последний вопрос в первой части. Селекция – это действительно очень интересная история. И, конечно же, сегодня мы наслышаны о ГМО, и, опять же, люди иногда скептически относятся ко всем этим позициям, когда что-то новое появляется. Ну, или, например, как химики, да, там, я не знаю, чипсы со вкусом шашлыка, что-нибудь такое. Вроде как в чипсах картофель есть, но откуда-то ещё вкус шашлыка. Вот есть ли у селекционера, как у учёного, такая ответственность, чтобы всё было натуральное, что всё-таки даже если картофель идёт на какие-то другие цели, всё равно это же для людей. Всё должно быть безопасно, и всё должно быть на самом высоком уровне. Конечно, здесь работа в этом направлении ведётся, и каждый сотрудник нашего института понимает, что то, что он создаёт, будет очень сильно влиять на здоровье человека. Поэтому сначала получается то, что идёт продукт питания, а потом уже медицина. Поэтому мы стоим тоже на охране здоровья человека. И в этом отношении у нас существует много методов, которые сейчас разрабатываются для того, чтобы помочь селекционеру создать высокоурожайные сорта, чтобы меньше было в процессе производства продовольственной картофеля применялось средств химических, удобрений и так далее. Чтобы здоровее всё было. Вот на этой части мы завершаем нашу первую главу сегодняшнего разговора. Напомню, что в гостях у нас доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Валентинович Живора, директор Федерального исследовательского центра картофеля имени Александра Григорьевича Лорха. Ну а во второй части будем слушать, какие у вас сейчас сорта есть и зачем их так много. И где ещё можно применить картофель. До встречи. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Говорим сегодня о картофеле, и тихонечко скажу о картошке, потому что уверен, что профессионалы не очень любят, когда так говорят. А для нас картофель, для нас всё, что с этим связано, какой ни возьми салат или просто еда, да можно даже и печёный картофель есть, это всегда очень вкусно и, как мы выяснили, питательно. Сергей Валентинович Живора в гостях у нас, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор Федерального исследовательского центра картофеля имени Александра Григорьевича Лорха. Вот скажите, пожалуйста, Сергей Валентинович, а зачем новые сорта? И сколько сегодня или сколько создано сортов? Как они перекликаются? Как им придумывают названия? Ну, на данное время в реестр внесено более 500 сортов. 500? 500, более 500 сортов уже. Нашим институтом выведено более 100 сортов, которые используются сейчас в производстве. Это и для питания, и для других целей? И для питания, и для переработки. Вот это всё, в этом направлении мы работаем. Ну, а как проходит процесс? Вот вы берёте какой-то уже существующий сорт. Решили его как-то там улучшить или видоизменить? Как это происходит? Ну, существуют прежде всего родительские формы, которые создаются в течение определённого периода времени. Родительская форма несёт определённый в себе признак. Там высокая урожайность, содержание определённых сухих веществ, сахаров и так далее. И вот этих две прародители, которые мы дальше уже используем в селекционном процессе, и уже получаем тот сорт или гибрид, вернее. Сначала гибрид, да? Да, сначала гибрид, потом мы его оцениваем по тем параметрам, которые нам необходимы. У нас есть техническое задание, и в соответствии с этим техническим заданием селекционер работает, и уже на какой-то определённый период времени, а это обычно 8, 9, 10 лет проходит для того, чтобы создать сорт. То есть корреляция какая-то идёт, да? Вы там что-то высматриваете? Ну, конечно, там корреляция между признаками. У картофеля она существует, и положительная, и отрицательная корреляция. И отрицательную корреляцию приходится иногда преодолевать путём сложных скрещиваний. Всё это мы проводим с применением различных методов, которые применяются в селекционном процессе. Ещё раз скажите, сколько иногда это может занимать время? Ну, перед тем, как первое, на создание родительских линий уходит иногда 15-20 лет, а на создание самого гибрида это уже 10 лет. Итого, если в общей сложности, то может уйти от 10 до 20 лет. Понятно. Хорошо, вот как вы понимаете, что всё, мы имеем новый сорт, и мы сегодня даём ему название, и он уже идёт, ну, там, технические условия или ГОСТ, я не знаю, как там дальше вы оформляете его. Это же фактически как рождение ребёнка, можно сказать, да? Ну, конечно, как и человек, будущему сорту даёт название его родитель, а родителем является селекционер. И вот он уже сам принимает решение, как будет его называться сорт, как он дальше будет внедряться, входить в жизнь и развиваться. Это, конечно же, зависит от имени. И каждый селекционер пытается придумать интересное, красивое имя. Понятно. Ну, а какие вот можете назвать там на сегодня, какие существуют из ваших вот ста, там, 5-6 самых таких? Сорт Восторг есть. Да, Восторг. Сорт Сюрприз. Вот, кстати, сорт Сюрприз имеет розовую мякоть, сорт фиолетовый, потом Крепыш. Крепыш, понятно, почему, да. Вот, ну, сейчас очень большое количество сортов, вымпел, фаворит. И они уже получают это название, и они уже с ним живут. То есть, вымпел отличается от фаворита, фаворит от вымпела. Вот тут ещё такой важный момент, научный вопрос. Люди же, наверное, защищают диссертации. Как научная работа происходит? Вы где-то выступаете, проходят какие-то учёные советы? Я не знаю, как происходит научная работа? Ну, научная работа, как начинается с создания коллекции. А, коллекции. Это культура требует больших знаний, смежных знаний, дисциплин. И диссертацию защищают ещё, да? Да, и нужно знать, прежде всего, генетику, физиологию, биохимию. Там очень много дисциплин биологического характера. Также, в какой-то степени, нужно уже знать и физику, и... Да практически всё, что необходимо для того, чтобы... От рождения до стола или до другой переработки. Это высокотехнологичная культура и очень затратная. Поэтому для того, чтобы создать технологию, нужно знать очень много дисциплин. Ещё такой вопрос потребительский. Надо всё-таки задать обязательно. Какой же всё-таки картофель лучше? Красный или белый? Или это условное очень деление? А есть ещё, видите, фиолетовый. Ну, это... Жёлтый, наверное, есть ещё. Ну, это субъективное мнение, конечно. Каждый человек уже... Кому-то больше нравится жёлтый картофель, кому-то больше белый нравится. Ну, в принципе, по содержанию сухих веществ, по содержанию белков, сахаров и так далее, никакой особо большой разницы нет. Всё зависит от сортового признака. Ну, я бы не сказал там, что можно как-то делить белый мясо, жёлтый мясо и картофель по каким-то определённым биохимическим параметрам. Это просто визуальная такая оценка. Как красиво упаковали, так и продали. Хорошо. Ещё такой вопрос. Всё-таки рядом с нами Белоруссия. Да, как бы такая картофельная держава. Ну, в Европе тоже картофель выращивают. Вот следите ли вы за научными открытиями, продвижениями в картофельном направлении в других странах? Помогает ли вам это? И участвовали вы или участвуете в каких-то международных, скажем так, форумах, связанных с картофелем? Конечно, конечно. В этом направлении мы ведём большую работу. Это связано и с обменом генетического материала, я имею в виду и сортами, и так далее, родительскими формами. Конечно, постоянно обмениваемся информацией о новых методах, которые применяют и генетические методы, и биохимические методы. То есть, такой серьёзный вопрос. Прорабатываем, да, все эти методы. И в последнее время о технологии CRISPR-Cas говорят. И в этом направлении мы тоже прорабатываем. А что это за технология такая? А эта технология позволяет блокировать или включать определённый участок генов, который отвечает за какой-то признак. Это не страшно? Это не страшно. Слово ген сразу мы напрягаемся. Нет, это не нужно бояться. Это процесс, он идёт, он необратим. И уже применяются эти методы не только на культурных растениях, и на других, и на животных, и так далее. Это нормальный процесс. Это нам позволяет как раз благодаря этим методам создать более качественную, вот как мы в начале нашего разговора говорили, чтобы это была полезная пища, чтобы поменьше применялось химии, потому что всё-таки химия, она применение вот этих химических веществ, да, она небезопасна, поэтому наше действие, есть доктрина продовольственной безопасности, там тоже прописано о том, что необходимо производить экологически чистые продукты. Хорошо, но это питание. А ещё картофель куда перерабатывается, куда он ещё идёт, какая у него ещё есть польза? Ну, картофель перерабатывается и на картофель фри, на чипсы всем известные, также на сухое концентрированное пюре. А кроме питания куда-то идёт картофель? Конечно, на крахмал, потом на аминокислоты. Крахмал используется практически везде, в фармацевтической промышленности, в бумажной промышленности и так далее. А картофельный крахмал, он очень востребован, потому что является более чистым. Ну и я знаю, что раз мы говорим сегодня с научной точки зрения, то, конечно же, очень важно продвигать эту историю в том плане, что когда ты знаешь своё производство, когда у тебя работает хороший коллектив, и когда мы, потребители, видим, что картофель и такой, даже иногда не поймёшь, что это какой-то опять новый картофель. Ну, только стоимость нас иногда волнует. Иногда люди хотят попробовать. Либо им что-то понравилось, они всё время картофель и покупают. Но очень важно те поколения, которые придут за нами. Я так понимаю, что и в высших учебных заведениях этому готовят, но сегодня и на уровне правительства, и на уровне президента говорится о том, чтобы уже с самых ранних лет привлекать внимание. То есть прошло время экономистов, юристов, и, кстати, журналистов тоже. Пришло время, востребованность инженеров нужны, нужен учёный народ, который будет двигать производство. Я знаю, что у вас есть специальная программа. Вы тоже решили со школьниками рассказать не просто показать картофель, а показать, как это вообще делается. Да, мы сейчас буквально недавно, несколько лет назад, создали программу, называется она «Агробиотехнокласс», где мы привлекаем учащихся школ Люберецкого района и Москвы к тому, чтобы увлечь ребят, учащихся этих школ в исследовательскую работу. То есть на вот этом совсем ещё раннем этапе. Да, на раннем этапе мы работаем как с учащимися восьмых, девятых классов, десятых, одиннадцать, которые планируют уже в дальнейшем поступать в ВУЗ, и люди, которые уже готовы связать жизнь с исследовательской работой в этом направлении, особенно связать свою жизнь с лекцией, с семеноводством картофеля, с переработкой картофеля. Мы им даём возможность обучиться в специализированном ВУЗе по целевому направлению. Мы заключаем с ними договор и предоставляем возможность получить то образование, которое они хотят. Причём они могут... С последующим тем, что они дальше... С устройством у вас. Да, с трудоустройством в институте. Я так понимаю, это и образование, и возможно идти дальше, и стать учёным в этом направлении. Конечно, конечно. То, о чём мы говорили сегодня. Ну, мы, конечно же, хотим поздравить и вас, и всех ваших коллег, весь ваш коллектив в Днём науки, потому что без науки такое обилие вариантов и всего того, что вы рассказали, невозможно. И напомню, что Сергей Валентинович доктор сельскохозяйственных наук, профессор, поэтому картофель, я так понимаю, вы знаете всё со всех сторон. И всё равно, наверное, какие-то открытия всё время происходят. Я как бы не пытался узнать картофель всё больше и больше. Я постоянно понимаю, что картофель даёт возможность всё больше и больше открывать что-то нового для себя. Поэтому процесс познания, развития, он всегда существует. Картофель – очень интересная культура. Мы поздравляем вас с Днём науки и надеемся, что новое поколение тоже заинтересуется, потому что сегодня это очень важно. И питание, и мы видим, что действительно сейчас идёт крен от… Ну, был такой этап немножко искусственности, да, есть запрос у населения, чтобы это был картофель и полезный, и вкусный, ну, как любые продукты, чего и вам желаем. Будет приятно, что слово «люберцы» будет тоже рядом с картофелем где-то стоять. И название Федерального исследовательского центра картофеля имени Александра Георгича Лорха, директор которого Сергей Валентинович Живор сегодня был у нас в гостях. С наступающим вас праздником! Спасибо. Ну, а это была программа «Открытый диалог», так что теперь, когда будете жарить или варить картофель, помните, что есть специальные люди, которые с утра до вечера думают, как сделать так, чтобы новые сорта были ещё интереснее и вкуснее для всех нас. Всего доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова